Сдержанная критика проекта Евросоюза «Восточное партнерство», озвученная президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года, в одном из интервью, возымела свое действие, повлияв на решение европейских институтов власти. Евросоюз отнесся к этой критике очень серьезно. 15 января, на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, абсолютным большинством голосов, 454 из 704, участвовавших, была принята резолюция, об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности. Документ принят в обновленной редакции, в декабре в него был включен пункт «О поддержке территориальной целостности партнерских государств». Евросоюз подтверждает свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства. В рамках их международно признанных границ, в соответствии с нормами и принципами международного права, сказано в резолюции. Важно отметить, что именно такая, основанная на общем подходе, к ключевым элементам международного права, юридическая дефиниция, всецело отвечает интересам Азербайджана. Тот же пункт, постулирует усиление поддержки пострадавших от конфликтов граждан этих стран, беженцев, и внутренне перемещенных лиц. В отличие, от стандартных резолюций Европарламента, этот документ является доктринальным, то есть обязывает еврочиновников, соблюдать его положение, во внешней политике Евросоюза. Устанавливает приоритеты и основные направления деятельности ЕС, в контактах с другими государствами. Принятие этой резолюции, для Южного Кавказа означает, в первую очередь, невозможность для Армении, как оккупанта Карабаха и других территорий Азербайджана, продвижение антиазербайджанских и прокупационных документов и дискуссий, на площадках Евросоюза. Азербайджан, в свою очередь, получает инструмент, для решения в сотрудничестве с Евросоюзом, проблем внутренне перемещенных лиц, пострадавших от Нагорно-Карабахского конфликта. Именно этот ответ, был необходим президенту Алиеву, когда он поднимал вопросы, о будущем восточного партнерства в своих декабрьских выступлениях. Глава государства фактически подвел ЕС к этому ответу. И он его получил, в виде правообязательного и доктринального документа Европарламента.